Хонг Хао, нет, Хонг Хао, по-моему, сотню. Нет, сделал, сделал, 120 очков. Хонг Хао. 126 Гилберта. Но есть ещё один сенчери-брейк от... Не поверите, Энтони Хэмилтона. Почему не поверите? Энтони хороший игрок, Энтони цепкий игрок. Но долгое время его преследуют проблемы со спиной. Это довольно часто встречающееся явление у снукеристов. Шея, спина. За этим нужно следить отдельно. Редко оформляет сотни Энтони Хэмилтон. Но меткой сегодня как раз такой день. 1-1 у него с Марком Алланом. такой же... Да нет, такого же счёта нет. Во всех остальных матчах либо 2-0, либо 2-1. Дальний удар. Вновь достиг цели после удара Лунина. В прошлом фрейме также один красный забил. Лунин отыгрался. Отыгрался плохо. Пытался поставить снукер. Но ничего это не дало. Лунину здесь тоже ничего не даст. Нужно отыгрываться. Вот такого чёрного. Нежелательно, конечно, создать препятствие сопернику. Не показать атаку. Дальний шар. Интересует в первую очередь. От двух бортов пытается завести. Нет, не от двух. От одного борта. Играл и попал. Можно было и от чёрного отыгрываться. Но хорошие игроки, серийные игроки, они стараются всё-таки не уводить чёрный к борту. Потому что он пригодится, возможно, даже самому Лунину. Пригодится впоследствии после серии отыгрышей. Обыграть в Селби, обыграть Робертсон, обыграть Дина. Таких признанных мастеров тактической борьбы. Это дорогого стоит. Не всегда. Это получается. Но при счёте 0-3 очень важно сейчас зацепиться Лунину. Иначе рискует он получить баранку. 2-1 Хонхау обыгрывает Рикки Уолдена. 2-1 Бриссель обыгрывает Пинкфея. 2-1 Гилберт обыгрывает Марко Фу. Про Хэмилтона и его сенчери-брейк. Я сказал, у них с Марком Алланом 1-1. Хосейн Вафайей. 2-0 лидирует в матче с Фордом. И в текущем фрейме он тоже преимущество практически двукратное. 60 на 33. И Энтони Макгилл 2-0 обыгрывает Майкла Холта. Ну а здесь ещё не вышли из дебюта 4-го фрейма Марк Селби и Лунин. Позиция хорошая, рассветочные красные. И доступны все цветные. Вопрос в том, кто получит атаку. Вот и шелби сделал очень хороший. Явно затруднение испытывает Лунин. Да нет. А правый и красный-то виден. От него стандартный вот и шелби. Лишь бы чёрный не сместился. На всякий случай отметим, что третий слева красный на игре, но через желтый с сомнительным выходом Селби играть, наверное, не станет. А что у него за вот, говоришь? По правой стороне ничего не видно. По левой стороне кросс-дабл? Ну нет, что-то уже увидел. Тоненько. Так, тонко. Может, сначала длинный борт? Нет. Точно попал. До борта биток не дошел. Есть предпосылки для атаки. У Лунин выход на чёрный тут возможен. Ну и ещё дополнительный фактор в пользу атаки. Вот, конечно, что нет разумительного. На чёрный борт не поставишь. По правой стороне уже не проходит удар, который выполнил Селби. Так что придётся, видимо, атаковать. Хороший удар. Всё бы ничего. Но чёрный надо играть от борта. Всевышний диаметр шара от борта отдалён. Биток. Несмотря на сложности, удар выполнен точно. И теперь открывается простор для деятельности. Два прошлых фрейма в кресле просидел. Лунин. Важный подход. Складывается впечатление, что всё самое сложное позади. Таких значимых трудностей в этой позиции нет. Так что посмотрим, насколько хорошо биток держит лунин. В том, что контроль битка у Селби на высоком уровне. Мы уже убедились. Теперь черёд лунина. 0-3 он горит. 3-0. И у Робертсона с Джао Дзяньбо. Но там это логичная картина. 15 лет Джао. И на многое он рассчитывать не мог. Нельзя сказать, что и Лунин подпитал большие надежды по поводу победы над Селби. Тем более в такой форме Марк. Но всё-таки не знаю, не стоит он здесь на 0-5. Это не значит, что счёт не будет. 5-0. Мы уже немного подзабыли, насколько близок был Лунин к победе уже в стартовом фрейме. Но не забил он фреймбол, а Селби очистил стол и вырвал победу с разницей всего в одно очко. и вырвал Продолжение следует... 32 очка не так много, но есть возможность удвоить даже количество набранных очков. Хорошо оставил биток на месте и уверенное продолжение в левый угол. Да нет, оказалось, что не рассчитал. Здесь Лунин просит перепроверить. Ага, какой бросил на Лунин на реферит такой молодой человек. Я же выполнил свои обязанности. И вот видите, после измерения идет розовый на свою отметку и мешает проводить удар в левый угол. Для атаки нет 38 очков в активе. Так что еще поиграют, поиграют. В такой, казалось бы, безобидной ситуации ошибся Лунин. Ну, он не скрывался в их намерении оставить биток на месте розового или... Так, чтобы не становиться розовым. Но ошибся. Хорошо отыгрался Марк Сэлби. Лишь два красных видят его соперник. Но отыгрываться от левых шаров сложно. Но, может быть, все-таки виден верхний красный по левой стороне. Но... Да, все в порядке. Даже по правой стороне. И тогда перевод к черному борту. Через правый борт. О, нет. Ну, Сэлби нет атаки. Отдавать позицию он не будет. Марк поставит сейчас спокойный биток в сектор и отыграется сам. Тем более, что... Несколько вариантов есть. Отыгрыши и по правой стороне. И... 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 Аплодисменты. И... 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 Продолжение следует... 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 Ну и вот полусотная серия у него. Вторая в матче. Первая победы во Фрейме не принесла. Ну вот только сейчас, может быть, полусотная серия. 52, по-моему, если не ошибся. 32. 85 очков может получиться. Ну очень солидно провел эту серию Лунин. 33. Казалось, что не упустит своего Марк Селби, но ошибся. Он на несложном ударе. 77. 77. Не удалось зачистить стол. Лунину 78 очков составил его подход.